Добрый день! У нас сегодня, как сейчас говорят, крайнее занятие, крайний вебинар с Александром Бутовиковым, кинопродюсером, актёром, преподавателем режиссуры, актёрского мастерства и риторики, поэтом, членом Союза кинематографистов Российской Федерации. Сегодня наша тема посвящена творческому конфликту и тому, как его преодолеть, а также методам исправления творческого брака. Александр, нам слово. Добрый день! И спасибо тем, кто нашёл время и силы прийти и продолжить наше общение. И надеюсь, что что-то интересное мы сегодня обсудим, удастся затронуть какие-то важные для вас темы. Ну, как известно, творчество бывает разное, да, и в основном делится на творчество индивидуальное и творчество коллективное. Когда есть просто собственная возможность что-то сделать и самовыразиться, это прекрасно. Но, тем не менее, и тут возможны конфликты, потому что, когда человек дома написал книгу, дальше её надо каким-то образом продвинуть, каким-то образом реализовать. Написал картину – то же самое, написал песню – то же самое. Но в данном случае конфликты, если и начинаются, то уже постфактум, после того, как акт творчества, что называется, совершён. А вот коллективное творчество, такое как театр, такое как кино – это совершенно другая история. Почему? Потому что сумма усилий разных людей даёт некий результат. Да, конечно, есть, безусловно, лидер, как правило, всё-таки режиссёр, хотя у нас сейчас эпоха продюсерского кинематографа, и часто решения основные, главное, принимает продюсер. Но существует некий творческий лидер, за которым должно быть последнее слово. В чём проблема? Проблема в том, что очень разные изначальные интересы у участников процесса. Возьмём кинопроцесс. Есть продюсер, у которого немалую роль играет финансовый результат, и который хотел бы, чтобы все съёмки прошли в срок, чтобы не было никакого перерасхода, чтобы была продукция в итоге, которую можно удачно реализовать. И не просто вернуть затраты, но и получить прибыль. Это всё задачи, которые вполне понятны и режиссёру, и оператору, и композитору, и художнику, но тем не менее каждый из них традиционно ставит на первое место своё творческое начало. И каждый из них старается доказать, что какие бы ни были у продюсера задачи и устремления, всё-таки творческое проявление этой части коллектива, потому что коллектив-то огромный. Там есть технические работники, там есть художественно-постановочный персонал, а есть те, кто считаются авторами проекта, те, кто являются реальными виновниками, в кавычках, успеха или неуспеха проекта в творческой части. И здесь очень такая история запутанная, потому что, с одной стороны, никто никогда не учитывает благополучие проекта с точки зрения его финансирования и сроков его производства. Вот если кому-то сказать, что фильм «Унесённый ветром» – это абсолютно ужасный с точки зрения законов производства проекта. Многократно был превышен бюджет, очень много раз и надолго увеличивались сроки производства, было очень много конфликтов, очень много на площадке. Но, тем не менее, этот проект вошёл в историю как один из самых успешных в киноиндустрии проектов. Мало того, что он многократно окупил затраты, он ещё и много раз повторно, а потом в третий, в четвёртый, в пятый, в шестой раз выходил в широкий прокат и опять собирал кассу. И на сегодняшний день входит точно, абсолютно в тройку самых прибыльных проектов в истории кино. Много-много лет до появления фильмов «Титаник» и «Аватар» вообще был самым прибыльным проектом в истории. И Дэвид Селзник, продюсер этого проекта, личность уникальная. Он натворил столько глупостей, но при этом он был творческим человеком. И вот как продюсер, всё, что он сделал, это ужасно. Почему? Ну, во-первых, он нарушил все правила. Он начал снимать фильм, не имея сценария. У него была книга, он купил право экранизации и начал снимать кино по каким-то соображениям очень практическим, не художественным. Там была декорация, которую собирались сносить и которая ему подходила для сцены пожара в Атлантии. Раз уж её собирались сносить, то он решил её сжечь. А так как требовалось срочно освободить место, на котором стояла декорация, то он начал съёмки с этого пожара, даже не имея главной героини. Не была ещё найдена актриса, которая будет играть Скарлетта Харра. И при этом у него не было сценария. Но у него было какое-то собственное представление, каким должен быть этот фильм. И он совершенно был не способен это представление донести до других людей. Поэтому на этом фильме были изгнаны такие великие, вошедшие в историю режиссёры, как Хичкок и Кьюкор, которые каждый из них умудрился поработать на этой картине. С этой картины был изгнан Фит Джеральд, великий писатель и сценарист, который брался сделать сценарный план для Селзника, для этого фильма. И вообще всё, что там происходило, было ужасно. Селзник был какой-то абсолютно сумасшедший человек. Например, он приказал пошить две с половиной тысячи комплектов нижнего белья для массовки по лекалам тех времён, когда происходила война между Севером и Югом. Потому что, с его точки зрения, современное нижнее бельё не позволяло массовке чувствовать себя людьми из того времени и хорошо исполнять свою задачу. То есть, как бы, продюсер тратит деньги на то, чего никто не увидит и считает это важным. Он заставил переснять несколько очень массовых и дорогостоящих сцен, потому что ему не понравились вазочки со льдом, которые стояли на столе, потому что в те годы, как он считал, лёд не мог быть кубиками, его кололи, как бы, без всякой формы. И то, что на столе оказались вазочки, в которых лежал лёд, замороженный кубиками, он счёл неприемлемым и заставил всё переснять. И так было много-много раз, и он много раз останавливался из-за того, что заканчивался бюджет, находил какие-то деньги, обманывал актёров, приглашал их в один проект на одну роль, а заставлял их участвовать в этом фильме, в котором они не хотели участвовать. И, в общем, там происходили какие-то очень странные вещи. Известна история, как он похитил режиссёра, который заканчивал этот фильм, Флеминга, прямо со съёмочной площадки «Волшебника страны Оз», когда тому оставалось несколько дней до снять. Похитил одного из сценаристов, работавших на другой студии, над другим проектом, запер их у себя в кабинете и заставил их сделать сценарный план фильма по книге, потому что съёмки уже были в разгаре, а у него всё ещё не было сценария. В результате они этот сценарный план сделали, Флеминг уже не успел завершить свой фильм, его завершили без него, и начал снимать «Унесённое ветром» и получил в итоге «Оскара». Хотя до него на этом фильме трудились четыре других режиссёра, два из которых признаны великими режиссёрами в истории кино. Вот как объяснить рецепт хорошего фильма? Вот у меня было очень много проектов, и среди них были абсолютно идеальные с продюсерской точки зрения, которые вовремя начинались, вовремя заканчивались, у них не было никаких проблем, у них не было никакого там продления, ну, как бы денег хватало, всё было идеально. И я мог бы повесить себе медаль на грудь с точки зрения того, что проект вот организован и проведён идеально. Одна проблема, он мало кого тронул. И у этого проекта не образовалось большого количества поклонников, и называть себя создателем фильма такого-то и такого-то бессмысленно, потому что никто не помнит про эти фильмы. Они прошли незамеченными. Да, там было всё очень круто с точки зрения организации и финансирования. И абсолютно не случившийся какой-то творческий результат, не приведший к чему-то вот грандиозному, да. И было наоборот, когда фильм был очень нервный, когда что-то всё время случалось, когда были перебои с деньгами, когда на съёмочной площадке не утихали конфликты, а кино получилось таким, что зритель его запомнил и пересматривал. Были показы повторные, ещё, ещё раз, ещё раз. И конечно, когда я смотрю свою фильмографию, я горжусь не теми фильмами, которые прошли без сучка и задоринки в организационно-финансовом плане, а я горжусь теми фильмами, которые зацепили каким-то образом зрителя и которые имели некий творческий результат. Но при этом, как продюсер, я не могу себе позволить во имя творчества как бы перерасходы денег, потому что где их брать? Деньги всегда имеют некий источник и некую конечную сумму, поэтому если денег не хватило, кино может быть будет и гениальным, но тебе-то надо решать проблему здесь и сейчас, где брать эти деньги. И сроки поджимают, и тебе надо сдать проект заказчику вовремя, а нету возможности пролонгировать проект, потому что пролонгация это всегда деньги, это зарплата людей, дополнительная оплата техники, дополнительная оплата актерам, все это требует затрат, и их нет источника, и нарушение сроков это конфликт с заказчиком, и так далее, и так далее. Но тем не менее, когда стоит вопрос, как найти компромисс, что должно быть главным фактором для принятия решения, творческий результат или финансово-экономический организационный результат, то я понимаю, что все-таки надо принимать решение в пользу творческого результата, потому что никто и никогда не назовет великим продюсера, который без сучка и задоринки снял несколько десятков посредственных фильмов. А вот Селзник вошел в историю, несмотря на то, что то, что он вытворял, даже профессионально назвать-то невозможно, сложно. Давайте мы с вами сейчас посмотрим маленький кусочек про конфликт продюсера и режиссера есть два фильма с одинаковым названием. И тот и другой называются «Однажды в Голливуде». Один не так давно широко шел на экранах и известен участием Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. А я про другой фильм с Де Ниро и Брюсом Уиллисом, который тоже назывался однажды в Голливуде, который посвящен как раз этой проблеме, проблеме взаимоотношения режиссера и продюсера. У этого фильма не было никогда больших кассовых успехов, у этого фильма никогда не было огромной зрительской аудитории, но для меня он дорог больше всех остальных, потому что в каждой ситуации, которая раскрывается в этом фильме, я узнаю что-то из моей уже долгой 33 года жизни в кино. Давайте посмотрим. Слушайте, я потеряла 25 миллионов долларов и потеряю еще 25 миллионов. Мы смогли достать вам большие деньги, очень большие, если вы просто нормально сделаете вашу работу и я потеряю чуть меньше, может миллионов на 15 поменьше. Ты просишь меня отказаться от главной идеи фильма, чтобы ты потеряла чуть меньше денег? Я была бы признательна. Я не могу этого сделать! Ну, давай подумаем, хорошенько. Нет, собака должна умереть, должна! Это не лучший вариант. Ты пошел на попятную! Ищу варианты. Слушай, давай не будем все усложнять. По-моему, надо переделать. Там все в порядке. Я вложил в эти кадры душу, приятель. Да? Да? Слушай, сделай все как надо. Ладно? А по-твоему, у меня все и так, да? Как надо. У него есть окончательный вариант? Нет. Как надо. Что? Или твой гала-показ в Каннах будет отменен, а я заберу фильм и сама все перемонтирую. Джереми, 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 нет, 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 пожалуйста, не надо успокоиться. Успокойся, не стоит. Так, возьми себе руки. Возьми себя. Возьми себя руки. Что скажешь? Он согласится. Он в норме. С ним будет все в порядке. Он просто переутомился. Я во всем позабочусь. Все в порядке. Ну давай смирись. Пошли. Пошли. Все будет в порядке. Пошли. У нас мало времени. Все будет в кратке. Вы думаете, что это большое преувеличение? Нет. Небольшое преувеличение. Это вполне часто случающаяся история, когда творческие люди, которые очень эмоциональны, очень верят в свое божественное предназначение, в свое мессианство и так далее. Считают, что продюсеры их душат и так далее. И пытаются отстоять свое право. Вот в этом фильме история падения продюсера, который доверился режиссеру и после того, как было найдено компромиссное решение, позволявшее продюсеру сохранить этот фильм в том варианте, который был приемлем для проката, и поехать в Канны для того, чтобы организовать торжественную премьеру и так далее. и режиссер, который воспользовавшись тем, что продюсер расслабился, приехав в Канны, подменил копию и зрители увидели режиссерскую версию, которая оказалась абсолютно неприемлемой для прокатчиков, для зрителей, потому что в этом фильме финал был очень жестокий и герой убивал свою собаку, и это было как бы слишком таким жестким ударом по нервам зрителей. Тем не менее, он добился своего, мир увидел авторский результат, а продюсер потерял репутацию, но и фильм не приобрел никакой прокатной судьбы, потому что в этой режиссерской версии он был никому не нужен. И здесь, конечно, мы с вами знаем множество примеров, например, великий фильм «Мне 20 лет», который знаком нам под двумя названиями, один «Мне 20 лет», второй «Застава Ильича», великий фильм Марлена Хуциева, один из них это авторская версия, а вторая версия это советская цензура, которая запретила несколько сцен, заставила переснять несколько сцен, сократила этот фильм и так далее. И вы знаете, это очень интересно посмотреть сегодня и сравнить две эти версии, они обе доступны, сейчас в интернете можно увидеть «Мне 20 лет» восстановлены полностью и заставой Ильича в классической прокатной версии советской и попытаться понять, кто был прав, кто был виноват, и какие-то вещи вообще кажутся абсолютно несущественными с точки зрения сегодняшнего современного человека. А с точки зрения советской цензуры они, конечно, играли большую роль, и было это связано с тем, что существовали жесткие идеологические рамки, за которые советские творцы выходить просто не могли, не имели права. Вот, и, конечно, такой конфликт, он очень болезненный и очень затрагивает серьезные интересы и с таким конфликтом никогда нет рецепта, как он будет разрешаться. Обычно приговор выносит время, и через 20 лет становится понятно, почему запрещали этот фильм, стоило ли его менять каким-то образом. Вот, например, фильм «Среди серых камней» Киры Муратовой мы не можем уже увидеть в режиссерской версии. Мы можем увидеть только фильм, в титрах которого стоит фамилия Иван Сидоров, потому что Муратову отстранили от монтажа этого фильма и ее версию смыли, уничтожили все исходные материалы, которые не вошли в причесанную версию Госкино. Госкино заботилось о том, чтобы Муратова не могла даже подойти к монтажной комнате, где монтировался ее фильм. Фильм существует с фамилией Иван Сидоров. В постперестроечных копиях над фамилией Иван Сидоров сделали субтитр Кира Муратова, но это примерно три четверти того, что было ею снято и сделано, потому что четверть фильма была изъята и просто смыта и уничтожена. И мы уже никогда с вами не сможем увидеть кадры, которые были сняты великим кинорежиссером для этого фильма. Но и фильм при этом в число великих не вошел. Он известен как часть творчества Киры Муратовой, но не причислен к шедеврам ее творчества. Фильмы Короткие Встречи, Долгие Проводы это ее авторская версия, фильм Настройщик это ее авторская версия, эти фильмы признаны шедеврами мирового кино, а фильм Среди Серых Камней больше интересен киноведам и людям, пытающимся исследовать эпоху и понять в чем была разница, а что происходило и почему это запрещали и почему такая была реакция у цензуры и так далее. И конфликты идеологического уровня это как бы свойства советского кино, историй таких очень много, мы знаем фильм Комиссар, который лежал на полке 20 лет и был просто запрещен, но сегодня мы больше сосредоточимся на другом. Когда у фильма нет проблем с идеологией, а есть проблемы с простыми вещами, которые имеют значение для любого фильма, когда он вдруг на финальной стадии работы получается скучноватый или оказывается вялым, или просто почему-то вызывает ощущение фальши в истории, да, так бывает, когда все все продумывали, продумывали сценарий, продумывали там каких актеров пригласить, какие интерьеры использовать, что и как делать, ну вот собрали фильм, смотрим и что-то не хватает, да, вот пришла фокус-группа, села, посмотрела и совершенно с холодным носом, равнодушно говорит о том, что вы знаете, ну, что-то у вас не задалось, почему-то не цепляет, все понятно, а вот жизни особой нет. Конечно, можно что-то пересекать, снять или доснять, но это дорого, это надо заново собирать съемочную группу, восстанавливать костюмы, грим, реквизит, актеров искать, актеры к этому моменту уже, кто полысел, кто растолстел, кто перекрасился, и обычно с досъемками и пересъемками все очень сложно, потому что это происходит в режиме реально текущего времени, а в режиме реально текущего времени происходит изменение с интерьерами, что-то покрасили, какая-то штора была, синяя, стала желтая, и куда делась синяя, никто не знает, все происходит как-то так сложно, и поэтому надо искать адекватные возможности, что сделать, чтобы все-таки фильм спасти, чтобы из вялого и скучного он превратился в живой, яркий, интересный, и тут вот, честно вам скажу, неоднократно я сталкивался с такой проблемой, особенно в сериалах, когда вот какая-нибудь шестая серия, ну, невозможно смотреть, ну, вот она, почему, да потому что, в принципе, сценарий писался и мог бы быть на четыре серии короче, но их написали много всяких сцен, чтобы было не двенадцать, а шестнадцать, потому что телеканал хотел шестнадцать, ну, и так далее, в общем, много разных обстоятельств, когда читаешь сценарий, вроде все понятно, все по-честному, все как должно быть, когда начинаешь смотреть собранное кино, ну, скучно, скучно не работает, что начинаешь делать, ну, в первую очередь, рецепт номер один и задача номер один, это изменить структуру монтажа, найти тот ритм монтажа, который будет цеплять зрительское внимание. Начинаются попытки что-то переделать, например, параллельное действие, когда два эпизода разрезаются каждый на три куска и ставятся не целиком эпизод, потом следующий эпизод, оставятся кусочек одного, кусочек другого, кусочек одного, кусочек другого, кусочек одного, кусочек другого, символизируя тем самым, что действие происходит параллельно, одновременно, и события развиваются и там, и там. Иногда это может помочь, придает некую динамику действия, потому что зрителю дополнительно надо переключиться туда-сюда, и это как бы вовлекает его внимание, заставляет смотреть по-другому. Иногда это не работает совсем, потому что эти события не связаны драматургически так, чтобы зритель понимал, что вот развитие здесь и развитие там приведет к некой связной вещи. они не влияют друг на друга никак, а нельзя параллелить действие, результат которого никак не коррелируется с другим действием, которое ты в параллель показываешь. То есть мы должны найти точку их пересечения. Если эта точка не возникла, то прием не работает, это абсолютно пустая история. Поэтому далеко не всегда можно за счет параллельного действия чего-то там улучшить и спасти. Это раз. Второе, значит, можно просто поменять местами эпизоды, нарушив логику развития событий. И это очень часто происходит, особенно в какой-нибудь первой серии. Допустим, по сценарию первая серия заканчивалась аварией, в которой героиня получает травму. Ну вот сняли первую серию, собрали, смонтировали, сели смотреть и понимают, что ни за что на свете никто ее не досмотрит до этого финала, просто потому что подход к этому событию, он такой вялый и так мало интересный, что как с этим зрителю прожить там 45 минут, да никто не будет, переключат, просто канал переключат. И тогда ход конем. Первая серия начинается с финального кадра, с аварии. Зритель с первой минуты знает, что героиня попала в аварию. А потом начинается рассказ, что было до аварии. Но когда уже есть информация о том, что авария случилась, то отношение эмоциональное у зрителя чуть-чуть другое к этому. И он с большим вниманием, интересом следит и напряжение совершенно другое, потому что он знает, вот сейчас она пошла там на свидание в ресторан, но она туда не дойдет, потому что с ней случится авария. И таким образом саспенс возникает внутри мозга зрительского за счет того, что он знает в какую точку героиня придет. Так тоже теперь очень часто происходит, и я многократно видел в последнее время начало серии с кульминацией, потому что только таким способом можно удержать зрителя, когда ему сразу какое-то такое экшн-событие преподнесли, и дальше начинают просто рассказывать, что было до, что было после. Но очень важно, насколько талантлив и умен режиссер монтажа. Иногда это режиссер-постановщик сам монтирует, иногда режиссер-постановщик так привык к своему материалу, к своему сценарию, к своему видению, что просто не может позволить себе найти решения, разрушающие то, что ему кажется правильным. И тогда я как продюсер что должен сделать? Я должен пригласить со стороны режиссера монтажа, который никогда не видел никаких исходных материалов, не читал сценарий, не знает абсолютно чего добивались и чего хотели, ему показывают, что получилось и говорят, попробуй сделать из этого что-то поинтереснее. И он совершенно не зашоренный, ни на каких предысториях смотрит свежим взглядом на набор кадров отснятых фактов и событий, садится и делает что-то гораздо более яркое, динамичное и может быть даже меняющее изначальные драматургические смыслы. И так бывает. И бывает, что просто истерика у режиссера, когда он видит эту версию и он кричит это не мое кино, это вообще не то. И вот здесь продюсер должен понять, стало лучше с точки зрения тех, для кого это снято. Потому что кино же бывает разное. И если мы снимаем для определенной публики, которая привыкла к определенной продукции на канале России 1 в 7 часов вечера в будний день, то делать проект, который будет очень интересен любителям нестандартного и не банального кино, которые смотрят его исключительно на специальных платформах, то это неверный подход. Потому что у вас есть заказчик, у вас есть параметры неких ожиданий, и вы должны в них вписываться. Но другой вопрос, впишетесь ли вы в них по примитиву, или впишетесь вы в них по какому-то все-таки уровню высокого зрительского внимания, потому что есть вот в заданных рамках, но изюминка в рецепте. вот знаете, одна тетушка делает печенье, вторая тетушка делает печенье по ее рецепту, третья делает, и у всех получается одинаково и вкусно. А четвертая берет и в этот рецепт добавляет изюмчик. И у нее появляется тоже печенье, но с изюмчиком, это такой вот нюансик, который ее печенье делает интересным и ставит вне конкуренции, потому что пикантность, которую придает изюм, превращает это печенье в некое новое блюдо, хотя в пределах ожиданий того, что все хотели получить. И вот то же самое и в кино. То есть изюмчик, нет изюмчика, можно снять сериал, который люди будут смотреть с ощущением, что они его уже видели. И таких сериалов очень много. Когда сидишь у телевизора, смотришь и понимаешь, вроде этот актер, этот текст в этом месте уже где-то произносил. И ситуация какая-то очень знакомая, что это... а потом понимаешь, что лет пять назад ты сам делал для канала НТВ сериал, где была очень похожая структура сюжета, и этот же актер играл похожую роль, и чуть ли не в том же интерьере пять лет спустя снимают аналогичную историю. Так бывает. И здесь вопрос как бы действительно сможет ли команда, режиссер, автор сценария, продюсер, найти тот самый изюмчик, который выделит проект из рецептурного, общего, скучного, банального ряда. Но иногда не до изюмчика, потому что рецепт вот вроде соблюдали, а получается не сериал, который все привыкли смотреть, не отличая друг от друга, а один сериал от другого все равно смотрят, потому что привыкли к этому, а получается что-то даже в этих незамысловатых критериях неприемлемое нельзя смотреть, потому что ну вот скучно, да, и вот тут начинается что делать, и вот тут начинаются поиски свежего взгляда на историю, на монтаж, но перемонтировали, хорошо, и ты понимаешь в какой-то момент, все, больше нечего выжать из монтажа, максимум того, что позволялось, сделано, все, что могли, переставили, все, что могли, запараллелили, все, что могли, переосмыслили путем монтажа и придачи новых мотивов и смыслов и так далее, а все равно вот чего-то не хватает. Что делаем дальше? Дальше вступает уже эмоциональная поддержка, да, какая-то, когда за счет возникновения эмоций зрителя мы придаем визуальному ряду некое послевкусие. Как этого можно добиться? Ну, во-первых, переозвучить слабого актера или слабую актрису. Пригласить мощного, сильного, эмоционально яркого актера и попросить его заново озвучить полностью роль. Это часто работает, когда вдруг у сыгранной роли появляются новое содержание, новые смыслы за счет того, что пришел другой актер и за кадром заново сыграл эту роль. Так бывает и это может помочь. Кроме того, меняется музыка, меняется музыкальный рисунок. Музыка ставится гораздо более эмоционально яркая, более динамичная и за счет музыки усиливается восприятие. Но вот в нашем с вами случае мы знаем, что в нашей среде, где мы общаемся, есть слабослышащие люди, есть глухие люди, для них это не поможет. Они-то будут видеть реальную картину, они-то будут видеть реальную игру и реальный темпоритм, который музыка им не поддержит, и новый голос у героя тоже не поддержит. Кстати, подлинность можно определить, отключив звук. И Кира Муратова, пробы актерские, она всегда смотрела, отключив звук. И если за актером было интересно наблюдать, несмотря на то, что не слышишь, то, что он говорит, то было понятно, что этот актер будет держать внимание, потому что в нем есть жизнь в глазах, энергетика, у него есть мимика какая-то выразительная, да, и за таким актером наблюдаешь и получаешь некий интерес, чувствуешь интерес, получаешь некое удовлетворение от того, что ты а если при этом еще хорошая озвучка, интересный голос, интересная интонация, а еще и музыка, то, конечно, это все добавляет, 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 но первая основа должна быть такой, чтобы и без звука тебе было в кайф смотреть на это. И таким образом мы можем перемонтировать, мы можем озвучить другим голосом, мы можем изменить музыкальный рисунок, придав этому больше эмоций. И тут выясняется, что все, что мы могли в этом направлении, мы проделали, и нам все еще чего-то не хватает. И здесь тогда начинаются уже серьезные какие-то работы, вот, например, в сериале эшелон, который был хороший, 8 серий про ребят, которых везли через всю страну с немецкой войны на японскую. Они из Берлина ехали на Дальний Восток довоевывать. И все время действие происходило в вагоне теплушки, да, вот, 8 серий, один и тот же вагон, и все время чего-то не хватало для того, чтобы создать и визуальное, и ритмическое разнообразие, вот, какой-то, и мы долго думали, что сделать, чтобы устроить некие ритмические вот лакуны, да, чтобы вот из этого ритма идущего поезда просто выйти, потому что он убаюкивал на самом деле. И мы придумали вещь, которая была недорогой, но которая очень эффективно сработала. Мы придумали дневник главного героя, и мы сделали интересный дневник с рисуночками, с любопытным почерком, сняли его, это недорого снять, странички перелистывающиеся, и герой, главный за кадром, начитал эти тексты. И они стали вот таким контрапунктом, который главную историю увели, вот помните, если точно такой же прием на самом деле использовался в великом фильме «Белое солнце пустыни», когда письма к народину, да, помните, вот герой письма писал любимой женщине, и эти письма, они позволили уйти из однообразного пейзажа пустыни в совершенно другой мир, где все зелено, где красивая женщина в ярком костюме, и не восточная паранжа, а русская красота на противопоставление. Но мы не стали делать видеоряд для этого дневника, потому что не было ни времени, ни денег, ни такой возможности, а мы просто сделали сам дневник. И он за счет того, что у героя появилась дополнительная эмоциональная нагрузка, и у зрителя появилось дополнительное ритмическое разнообразие, этим дневником мы решили проблему. Серии получили некую завершенность, некую ритмическую состоятельность, и сериал в итоге он удачный, он хороший, я его уважаю как профессиональное детище свое, и в принципе он раз пять девятого мая показывался в разные годы на канале НТВ, нет, на канале Россия, на НТВ, тоже наш сериал параллельно шел, на канале Россия, и хорошие рейтинги были, и зритель с удовольствием его смотрел, и на самом деле я думаю, что это было решение такое удачное, да, то есть вот возвращаемся к нашим баранам, как мы можем с творческим браком побороться, перемонтировать, переозвучить, поменять музыку, а еще ввести некий эмоциональный компонент, который придаст этой истории другой ракурс, и можно будет смотреть, вот, это может быть песня, которая вдруг зазвучит в какой-то момент, и мы просто отключим реплики героев, потому что не так они важны, как важно эмоциональное состояние, и через песню передадим их внутреннее эмоциональное состояние в данный момент, это может быть вот такой дневник, это может быть смс, достаточно просто написать на экране телефона смс, снять и вставить кадр с крупным экраном телефона, и эта смс может привнести в сцену другое эмоциональное ощущение, зритель может и благодаря этой смски переключиться в другое эмоциональное состояние, представив себе, как должен среагировать герой, получив там вот такое известие, или получив такой облом, вот, и часто бывает, что сценарий то в общем и не было никакого такого облома и никакого такого известия, а просто мы к этому подвели уже постфактум, вот в фильме «Унесённое ветром» единственный известный мне единственный известный мне случай, когда сценарий появился после того, как был фильм снят. Вот целзник лично просто в какой-то момент остановил съёмки, потому что уже не было ни денег, ни времени, ни сил, ни возможности снимать кино дальше, он остановил съёмки, заперся в монтажной с помощником, монтажёром и смонтировал кино. Вот просто из того, что было снято, взял и смонтировал. И по его монтажу человек записал, что происходит в кадре и так появился сценарий фильма, который появился после монтажа. Вот такая была история в киномире, да, случившаяся. И здесь бывает такое, что сценарий это одна история, а монтаж фильма это другая история. У меня был пример, когда очень хороший режиссёр взял очень хороший сценарий и утвердили артистов неплохих. Но один из исполнителей главных ролей, а именно фактически-то главный герой мужской части, решил по-своему трактовать персонаж. Вот он был уверен, что режиссёр не понимает, как его персонаж должен себя вести, какие должны быть мотивы и так далее. А съёмки были в очень жёстком режиме. Денег было очень мало, дней съёмочных было мало, план был большой. И доказывать, убеждать, уговаривать, ну не было ни времени, ни сил. Снимали и он как бы периодически вот играл своё. И что получилось? Когда сели монтировать кино, его роль из главной превратилась во второстепенную. Просто режиссёр действительно был очень талантливый, и тот случай, когда режиссёр был и автором сценария. Вот. И он вывел линии, которые были как бы второстепенными, на более главные позиции. А линию этого главного героя увёл чуть-чуть, сократив количество сцен, сократив присутствие его в каждой сцене, где он остался, он его минимализировал. Кино получилось. Кино получилось неплохое, потому что наше счастье, на всех вторых ролях были очень хорошие артисти, которые замечательно играли. И был запас материала, когда на всякий случай снимали чуть больше, и не выключали камеру, после команды стоп, ещё какие-то попадали на камеру реплики, реакции и так далее. И вот талантливый режиссёр из всего из этого собрал историю, которую не буду называть фильм, извините, но она до сих пор известна и популярна и пользуется спросом, но с той разницей, с той разницей, когда главный герой стал героем второго плана. Вот так случилось, да, и этот парень так и не понял, что он испортил себе роль, и что он испортил себе возможность в общем заявить о себе как ярком и выразительном герое, ну, флаг ему в руки, что называется, это его личная биография. Кстати, он после этого появлялся, и его знают, но он никогда не поднимался до статуса главного героя, и всегда был где-то рядом с главным героем. А вот тот момент мог бы стать актером на главной роли, если бы думал о цельности проекта, и думал бы о задачах, которые ставит режиссер, а не своих амбиций. Вот тогда могло получиться. Да, на выходе нередко, открою вам страшную тайну, получается не то, что задумывалось изначально. Я твердо убежден, что кино снимает, хорошее кино снимает Господь Бог. Вот, потому что люди придумывают, а обстоятельства диктуют. то вдруг выясняется, что актриса оказывается беременна, и в процессе съемок живот у нее начинает быть все заметнее и заметнее, и надо придумывать, как это делать, чтобы внеплановая беременность, которой не было в изначальном сюжете, не помешала выйти в фильм, потому что полкино-то сняли, пока она еще была способна скрывать живот. Вот, то вдруг кто-то ногу ломает, такое бывает, да, бывает и умирают люди, бывает меняется резко обстоятельства, тебе предоставили корабли, и ты снял часть сцен на военных кораблях для своего фильма, а тут объявляется внеплановое учение, и эти корабли уходят в плавание в тот день, когда ты планировал снять то, что тебе казалось самым важным, да, и самым важным, в итоге становится другое, но вот эту философию мне объяснила Кира Муратова, да, она говорит, я могу придумать все, и быть накануне съемок на том месте, где будут снимать, и увидеть, как я это буду делать, а утром приехать на съемку и обнаружить, что ночью прорвало трубу, приехала аварийная машина, и на этом самом месте вырыли яму, и не нужна мне эта яма по сценарию, по драматургии, но перебазироваться уже поздно, потому что уже все здесь, уже все, как планировали, сделано, да, только вот возникла эта чертова яма, и два выхода, топнуть ножкой, сказать, так, не буду снимать, потому что яма, вот пока яму не закопаю, снимать не буду, или взять и сразу здесь, сейчас придумать, зачем эта яма появилась, и как эта яма в моем сюжете, в моем сценарии должна себя проявить, да, что, зачем, как-то, и вот эта способность оказаться здесь и сейчас, заранее придуманное совместить с реальными обстоятельствами, делает кино живым, непредсказуемым и ярким, настоящим, потому что, когда человек цепляется любой ценой за то, что он придумал, он идет по пути жесточайших разочарований, жесточайших, потому что, оказывается, погода не такая, как он придумал, ему нужно солнце, а день пасмурный, актриса не такая, как он придумал, она должна быть там веселая, легкая, тут выяснилось, что она на третьем месяце и может сниматься только в балахоне, который скрывает ее уже проявившуюся полноту, герой не такой, потому что он вчера был на банкете, за который ему заплатили много, чтобы он был тамадой, и он после этого несколько так это неадекватен, вот, и всякое вот такое бывает, да, бывает, что актер меняется, не по твоей воле, и одним из ярких примеров, кстати, того, что кино снимает бог, который раз и навсегда Киру научил так относиться, является ее первый знаменитый фильм «Короткие встречи». Дело в том, что это был ее дипломный фильм, она выпустилась из ВГИКа, и ей доверили первую в жизни постановку, она должна была снимать «Короткие встречи». Она нормально готовилась, нормально провела все этапы подготовки, и выбрала актеров, и актеры были замечательные, Станислав Любшин и Антонина Дмитриева. Хорошая пара, все они репетировали, все у них получалось, вот, и даже сняли первый съемочный день в павильоне сцену в квартире Любшин и Дмитриева, и все нормально, дальше там нужно было Любшину полететь в Москву на спектакль, вот, у Дмитриевой какая-то была досъемка в другой группе, и стали снимать сцены без них, стали снимать сцены с Ниной и Русланой, там не так много сцен без них, но нашлось что-то снять. И в этот момент приходит распоряжение правительственное, что Любшин должен поехать в ГДР и сыграть молодого Карла Маркса в совместном советско-немецком фильме «Юность Маркса». Ну и как бы кому дело до выпускницы в ГИКа, которая снимает дипломное кино. Всем плевать, что там Кира Муратова уже делала и снимала. Тут международный проект «Политика», «Карл Маркс», «Наше все». И замечательно принято решение. Погрузили Любшина и повезли. А у Муратовой очень мало денег, средств. На короткий срок павильон, потому что она всего-навсего дипломные фильмы, никто не уверен, что это будет. И в этот момент в соседней группе, куда прилетает Высоцкий на съемки, происходит скандал, Высоцкого от съемок отстраняют, потому что там кому-то наверху что-то не понравилось, а Высоцкий освободил время для этих съемок, приехал в Одессу и вдруг выясняется, что вместо него будет сниматься другой актер. А у Муратовой актера заменили. как бы и надо сегодня принять решение, кто будет вместо Любшина сниматься. И Муратова, встретившись просто в коридоре с Высоцким, выяснив, что вот он внезапно оказался свободен, ведет его в свой павильон, и он начинает, даже без согласования какого-то с начальством пытаться сниматься в ее фильме. И тут выясняется трагическая история. Любшины Дмитриева были отличной парой, а Высоцкий и Дмитриева не пара совсем. Вот это два человека, которые рядом, которые любят друг друга по сюжету, а на экране два человека, которые не могут друг друга любить. они настолько из разной эпохи, разной жизни, разной манеры поведения, но вот неправда. И ни в чем невинная Антонина Дмитриева, которая приехала сниматься в главной роли, у которой просто волевым решением поменяли партнера, она оказывается за бортом, потому что Высоцкий оказывается идеально подходит на эту роль этого геолога, но Дмитриева не подходит ему как партнерша, они не в ансамбле. И у Муратовой нет ни одного даже часа искать другую актрису, у нее есть два варианта, либо снимать Дмитриеву и снять плохое кино, в котором все будет неправда, либо самой пойти в кадр и сыграть так, как она видит и понимает. И оператор Геннадий Корюк настаивает на втором решении, и Муратова входит в кадр, и мы получаем шедевр «Короткие встречи», которые уже много лет, 65-го является одним из выдающихся фильмов в истории мирового кино. И вот тогда Кира поняла, что кино снимает бог. Она может выбрать актеров, она может, а обстоятельства вынудят ее снимать по-другому. А не снимать нельзя, потому что деньги, сроки, продюсеры, партийное руководство и все на свете, и возникает кино, которое, да, это ее кино, но это ее кино, отредактированное Господом Богом, что называется, с течением обстоятельств, когда все происходит не так, как задумывалось, а так, как случилось. Но дело в том, что у талантливых людей, почему-то это идет на пользу проекту, вот эта свежесть и непредсказуемость событий талантливо преобразовывается в реальность, которая становится в этом фильме нужной, важной и интересной, а у неталантливых людей опускаются руки, и они начинают чувствовать себя виноватыми, вернее, винить судьбу в том, что им не дали снять хорошее кино. И так как они упорно до последнего стремятся сделать так, как они придумали изначально, то в итоге ничего и не получается. Получается скучно, грустно и совсем не про то, что хотелось, да, потому потому, потому что здесь вот либо я творец и тогда все плохо, либо я сотворец и слышу глаз Божий, да, и тогда все хорошо, потому что меняется актер, значит, так надо, меняется объект, значит, так надо, меняется сюжетный ход, значит, так надо, и фильм получается живым, ярким и интересным вопреки тому, что могло бы быть, если упираться рогом в замысел. Я много раз видел, когда первоначальный сценарий и окончательная монтажная версия очень сильно отличались. В ряде случаев к лучшему гораздо лучшему, а в ряде случаев к худшему и иногда к гораздо худшему. И зависело это от того, как реагировали люди, которые делают кино, на возникшие обстоятельства. Часто из-за того, что они были не готовы принять возникшие новые факторы, кино становилось хуже, потому что они просто отказывались от новых возможностей, искали любые возможности приблизиться к старым замыслам. А люди, которые мыслят, как Кира мыслила, когда надо принять новые обстоятельства и скомпилировать их с прежними замыслами и создать вот здесь и сейчас то, что является нормальным для тебя как для автора компромиссом, вот тогда возникало что-то по-настоящему хорошее, подлинное, интересное и важное. Вот. Ну, видите, сегодня тему, которую мы хотели обсудить, я как-то достаточно активно и быстро рассказал. не хочется сейчас вы цеживайте себя что-то дополнительное ради того, чтобы время тянуть, поэтому если вопросы есть, я с удовольствием на них отвечаю, а если их нет, ну, у нас будет чуть короткий обычный вебинар, и я с грустью и к сожалению, распрощаюсь с вами до следующих, надеюсь, достаточно скорых встреч. Но мне кажется, что мне удалось донести до вас вот те мысли, которые я очень хотел до вас донести и рассказать вам о том, как можно бороться с проблемами возникающими творческими и как преодолевать так называемый творческим браком. Александр, да, я хотела задать вопрос. Да. Насколько я понимаю, что вот этот момент, когда человек умеет подстраиваться и приспосабливаться под изменяющиеся обстоятельства, это, наверное, не только талант, это еще и определенный опыт, вот, а где можно человеку, который только начинает, допустим, только-только стал режиссером, да, набраться этого самого опыта, может быть, читать какие-то истории из созданий фильмов или как, каким образом, это же не только чуйка и какое-то наитие, можно же, вот, как вы сейчас привели в пример, как можно брак исправлять в данном случае, как? Ну, на самом деле все зависит от того, какая установка. Если установка я гений, я должен поведать миру, какой я гений, то очень сложно. А если установка я хочу высказаться и тем, кто меня готов услышать, донести какую-то свою мысль, то, ну, вот Бог, он всегда в помощь, Наташа, всегда есть попутный ветер в спину и всегда приходит правильное решение. Главное не считать то, что ты придумал заранее единственно возможным и единственно верным. Главное всегда осознавать, что ты будешь прав, если примешь обстоятельства как условия твоего творчества. Не как помеху твоему творчеству, а как помощь, понимаешь, вот и все. Принимать мир не как врага, а как помощника, это очень крутая творческая позиция, которая гораздо эффективнее, чем деструктивная позиция «дайте мне сделать так, как я хотел и только так». Вот, там вопрос возник, нужно ли актерам в кино понимать смысл фильма в целом. Далеко не всегда. Актеры не всегда бывают умные и не всегда бывают правильно все понимающие, актерам важно вот как музыкальному инструменту не фальшивить. А добиться от актера не фальшивости можно очень разными способами. И даже умные актеры иногда идут на такие компромиссы, которые позволяют им оказаться абсолютно актерски точными, но при этом не потому, что они там чего-то поняли смысл, а потому что они уловили правильную интонацию, правильное эмоциональное состояние. Актеру может помочь все, что угодно. Известный случай, когда роль у замечательного актера Маркова в спектакле по Достоевскому «Преступление и наказание» роль Порфирия Петровича родилась только потому, что он увидел слово «геморрой» в описании героя, нашел раскрывшуюся сосновую шишку, вставил себе в задницу и с ней пошел репетировать. И эта шишка создала походку, манеру говорить, образ и все остальное, что позволило причислить эту роль к великим ролям талантливого артиста. Но от Достоевского актеру понадобилось одно слово «геморрой». И для того, чтобы родился этот образ крутой очень, я видел спектакль, это было действительно очень круто. И есть актеры головастики, которые головой все понимают, но при этом бывает они очень скучно все играют, потому что слишком много головы. А есть актеры, которые вообще ничего не понимают. Но они эмоционально подвижны, отзывчивы, и режиссер правильно с ними работает. Кира давала задачи мне, как своему помощнику, работать с актерами очень разные. Например, она могла отправить меня спрятаться в задней части локации, и когда актриса встанет на точку, ущипнуть ее за задницу, чтобы она засмущалась и захихикала в кадре, потому что она не может сделать, она не профессиональная актриса, естественно, у нее получается фальшиво, а когда вдруг она в кадре, слово мотор, и она не может реагировать, потому что подведет всех, если среагирует неадекватно, ее вдруг ущипнули задницу внутри кадра. Ее реакция, и это то, что нужно Муратовой как режиссеру. И, конечно, это не метод и не способ, потому что с другими актерами по-другому. И на вопрос могу ответить точно, не каждому актеру нужно понимать смысл фильма в целом. Вот, некоторым нужно, некоторым не обязательно. Главное для актера попасть эмоционально точно в структуру эпизода и фактуру героя. Вот, если попадает, все случится. Иногда актер через 10 лет пересматривает фильм и вдруг понимает, про что он играл. и такое я знаю. Это бывает и это вполне приемлемо. Вот. Но, что, ответил Наташа я на твой вопрос или не очень? Ответили, спасибо. Вот. Тогда, если еще есть вопросы, задавайте, а если нет, то договоримся о любви и дружбе. И я сегодня выбит немножко из колеи, потому что перед самым вебинаром узнал о смерти Владимира Меньшова, а все-таки я с ним и работал, и был знаком, и общался, и были очень, например, «Течет река Волга» фильм, я считаю, хороший фильм, где он сыграл замечательную роль. и много есть чего вспомнить, поэтому немножко, знаете, как-то так трапил. Да, ужасная новость. Да, это такая, уже совсем из учителей никого не остается. Вот пока что, слава Богу, жив, здоров и активно работает Додин на спектаклях, в котором я тоже учился в юности, да, а так вот люди, которым стоило поклониться за науку, к сожалению, вот уже в основном ушли. И Меньшов один из последних, кто для меня был значимым, важным человеком в моей творческой судьбе. Вот, да и в человеческой. И, ну, как бы скорблю. Вот, а вам большое спасибо за внимание. Я понимаю, что всем хотелось бы, много-много больше зрителей и слушателей, но я думаю, кому надо, те пришли, а кому надо, те увидят в записи. Надеюсь, что это все не пройдет бесследно. Безусловно, это все не зря и, конечно, будет запись недели через две на нашем YouTube-канале. Спасибо вам огромное. И вам всем спасибо огромное. До, надеюсь, скорых и важных для жизни и профессии встреч. Доброго всем дня. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok